Книга открытым оком. Тема «Вера. Том 26. Вопрос 3813. Нам показывали, насколько отсталым был человек в старые времена в России, и насколько одухотворен, целеустремлен, новый Созидатель, Творец Щаря. Можно ли в чем-то согласиться с этим утверждением?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «У нас есть большие фотографии людей, школьников, учителей дореволюционных. Даже один раз только взглянешь и сравнивать уже не будешь. Говорю только о нравственности. Само одеяние сегодня только в театре могут так одеваться. Мы воспитаны в презрении к воровству и еще к употреблению алкоголя, в безразличии к иностранному родству, в поклонении ко всесилию контроля. Вот география, а вот органика. У них там мафия, у нас пока никак. У нас балет, у нас завод и икра, у нас прелестные курорты и надои, аэрофлот, толстой, арбузы, танкера и в бронзе отлитые разные герои. Потом позвольте-ка, ведь там побоище. У них эротика, у нас не то еще. На миллионы, миллиарды, киловатт. В душе людей поднялись наши настроения. И каждый, скажем, китобой или домкрат, дает нам прибыль всесоюзного значения. Вот цифры выпивших, больная психика. У них там хиппи же, у нас мерси пока. Да что, товарищи, молчать про капитал, который Маркс еще клеймил в известной книге. У них напалм, а тут банкет, а тут накал и незначительные личные интриги. «Куда идем, чему завидуем подчас? Свобода слова вся пропахла нафталином. Я кончил все, когда я говорил у нас, имел себя в виду, а я завмагазином. Не надо нам уже всех тех, кто хаяли. Я еду к бабушке, она в Израиле». 1978 год. Владимир Семенович Высоцкий. Грубое насилие, подавление всяческой свободы. Проще прочитать послание патриарха Тихона в 1918 году, чтобы понять, куда Россия свалилась и откуда ей при таком отношении ко Христу не выбраться никогда. На баррикады, на баррикады, сгоняй из дальних и ближних мест. Замкни облавкой, с груди как стадо. Кто удирает, тому арест. Строжайший отдан приказ народу, такой, что пикнуть никто не смел. Все за лопаты, все за свободу, а кто упрется, тому расстрел. И все, старуха, дитя, рабочий, что пели интернационал, что пели роя. А кто не хочет и роет молча, того в канал. Нет революции краснее нашей. На фронт или к стенке одно из двух. Подай им сзаду, клади им зашей. Вгоняй поленом, мятежный дух. На баррикады, на баррикады. Вперед за правду, за вольный труд. Колом, веревкой, штыки, приклады. Не понимают? Небось поймут. 1919 год. Зинаида Гиппиус. Книга из Икииля, 34, 4. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врычевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, и оправили ими с насилием и жестокостью. Тянется лесом дороженька пыльная, тихо и пусто вокруг. Родина выплакав слезы обильные, спит и во сне, как рабыня бессильная, ждет неизведанных мук. Вот задрожали березы плакучие, и встрепенулися вдруг. Тени легли на дорогу с ручью, что-то ползет, надвигается тучью, что-то наводит испуг. С гордой осанкою, с лицами сытыми, ноги торчат в стременах, серую пыль поднимают копытами, и колеи оставляют изрытыми, все на холеных конях. Нет им конца, с остренными пиками в солнечном свете пестрят, воздух наполнили песни и криками, и огоньками зверинами, дикими, черные очи горят. Прочь, не тревожьте поддельным весельем мертвого рабского сна. Скоро порадует вас новосельем, хлебом и солью, крестьянским изделием, крепче нажать стремена. Скоро столкнется с звериными силами дело великой любви, скоро покроется поле могилами, тени и пики обнимутся с вилами и обогрятся в крови. Осип Мандельштам Книга из Икииля, 34-28 Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их, они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. У каждого были причины свои, одни ради семьи, другие ради корыстных причин, звание, должность, чин. Но ложно понятая любовь к отечеству, к расшибанию лбов во имя его двинуло большинство. И тот, кто писал, мы не рабы, в школе, на доске, не стал переть против судьбы, видимо, невдалеке. И бог усталый древний старик, прячущийся в облаках, был заменен одним из своих в хромовых сапогах. Борис Слуцкий Книга Иеремия, 9, 5 стих Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят, приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Я попал в компанию мелких трусов, в кругах интересов и запросов, колебаний и вчерашних вкусов, и сказал мне, мелкий трус-философ, Это было бы наглейшей ложью утверждать, что зря всего боимся, мелкою охваченной дрожью мы двоимся, как бы и троимся, Чтоб казалось больше нас намного, чем в природе есть на самом деле, и никто бы не подвел итога, и боялись нас, и не задели. Леонид Мартынов Второзаконие, 28 стих Еще объявят надзиратели народу, и скажут, кто бы излив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Меж тем, как мы в разброд стезею жизни шли, на знамя средь толпы наткнулся я ногою, я подобрал его, лежавший в пыли, и с той поры несу, возвысив над толпою. Девиз на знамени дух добрый доблести храни, так воина рядовой за честь на бранном поле, я счастлив и смущен явился в наши дни знаменосцам по неволе, но подвиг не совершен, не выпавший в удел, разбредшуюся рать сплотить бы воедино. Название мне дано поэта-гражданина за то, что я один про доблесть песни пел, что был глашатым забытых старых истин, и силен был лишь тем, хотя и стар, и слаб, что в людях рабский дух мне сильно ненавистен, и сам я с юности не раб. Последние мои уже уходят силы, я делал то, что мог, я больше не могу, я остаюсь еще пред Родиной в долгу, но да простит она мне на краю могилы, я жду, чтобы теперь меня сменил поэт, в котором доблести горело бы ярче пламя, и приняла меня не знавшие побед, но не запятнанное знамя. О, как живуча в нас и как сильна та ложь, что дух достоинства есть будто дух крамольный, она наш древний грех и вольный, и невольный, она народный грех от черни до вельмож, там правда нет, где есть привычка рабской лести, там искалечен ум, душа развращена. Приди, я жду тебя, певец гражданской чести, ты нужен в наши времена. Алексей Михайлович Жемчужников Псалом 19, 6 стих Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Продолжение следует... Продолжение следует...